Участие МОНОГОРОДОВ Участие МОНОГОРОДОВ Требований к конкурсным проектам достаточно велики, а в случае победы в конкурсе городу выделят 70 миллионов рублей на реализацию представленного проекта. Еще примерно на 20 миллионов можно рассчитывать в рамках софинансирования из республиканского и местного бюджетов. Разработкой конкурсной документации проекта в целом занимается архитектурно-строительная компания из Татарстана. Шефство над этой работой взял на себя руководитель агентства территориального развития «Чуваша» Эктнер Егоров. В администрации города идеи проекта обсудили руководители профильных отделов, депутаты и общественники. По максимуму запустить важные, смысловые вещи на этой территории, но ни в коем случае не размазывать тонким слоем по всему парку эти деньги. И мы сами не увидим результаты, и люди не поймут. Важно, чтобы объекты, которые появятся, они были значимыми, понятными и востребованными. И чтобы республика могла им гордиться. Представители проекта и компании представили первые наброски согласно пожеланиям горожан. Это и открытый кинотеатр, и зона фудкортов, и летних ресторанчиков, и зеленая зона возле фонтана, возобновление работы аттракционов на искусственном водном сооружении, даже обустройство экодомиков внутри парка. С реализацией многих пунктов в случае победы могут возникнуть большие трудности. Так, например, непонятно пока ситуация с прудом, вода в котором просто высыхает за лето. Еще один момент. Проект не предусматривает нового ограждения по периметру парка. Однако, это обязательное требование, которое должно неукоснительно выполняться в рамках тех же антитеррористических мероприятий. Вопросов и замечаний к проектантам было немало. Однако, это всего лишь первая рабочая встреча. И представители разработчиков пообещали учесть все замечания и внести соответствующие изменения в проект. После работы в пределах кабинета часть рабочей группы отправилась непосредственно в сам парк. Потенциал у данной территории достаточно велик, считают представители архитектурно-строительной компании. Уже сейчас у парка огромный потенциал, потому что есть природная среда, есть сложившаяся уже функциональная среда, которая здесь уже и годами образовалась, усилилась. Затем здесь есть возможность и с точки зрения водоема, который на данный момент не функционирует, но есть возможность его запустить. Мы считаем, что шансы у этой территории большие. То есть, надо их сейчас доработать, довести в нужное состояние по условиям конкурса. И уже надеемся, что удастся выиграть его. Акцент, наверное, на то, что он относительно, если так смотреть, и географически, и с точки зрения потоков, он имеет такую центральную часть в городе, это очень важный фактор. И очень важный фактор в том, что все практически городские большие мероприятия, они проходят тоже здесь. То есть, и мы рядом здесь, то есть, вблизи парка. И это, ну, мы понимаем то, что он нужен городу, он нужен жителям, и поэтому это огромный плюс для нашего парка. Уровень вовлечения жителей, бизнеса, городских сообществ, молодежи и активистов – важный критерий оценки конкурсной заявки. Все проекты должны создаваться с учетом мнений граждан. Их вовлечение в решение вопросов благоустройства дает стимулы развития местной экономики и отвечает запросам жителей. Ведь появляется та инфраструктура, которую они действительно ждали. Чтобы помочь как можно большему количеству граждан поучаствовать в жизни своих городов, начиная с этого года, в России будет проводиться единое онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно пройдет на специальной платформе с 26 апреля по 30 мая. И если парк уже получил одобрение большинства граждан еще в прошлом году, то в этом году шумерлинцам предстоит выбрать еще одну территорию для благоустройства – конкурсанта 2, улица Ленина и сквер с Коржевского напротив комбината. Чем активнее проголосуют шумерлинцы, тем больше шансов у нашего проекта победить и получить дополнительное финансирование на развитие городских территорий.